Соцсети прочно вошли в нашу жизнь, укрепив тем самым позиции блогеров в медиапространстве. Степень их влияния на общественное мнение уже не уступает официальным СМИ. Поэтому такая встреча была необходима как для местной власти, так и для представителей интернет-сообществ Одинцовского района. Давно уже должна была состояться эта встреча. Все-таки социальные сети уже довольно-таки плотно вошли в нашу жизнь. И хочется, чтобы такие встречи были регулярными. Ну, хотя бы раз в полгода для обмена какими-то сообщениями. Инициатором встречи выступил глава района Андрей Иванов. На нее были приглашены создатели и кураторы таких интернет-сообществ, как Одинцова Инфа, типичный Одинцова СтопХам, Победа Жизни, Мои Жаворонки, Моя Голицына, Кубинка Инфа, Горки 10, Лафос Дубки, Зеленая Волна, Футбольная Федерация, Оди Воркаут и другие. Как известно, Андрей Иванов сам является активным пользователем соцсетей. И первый вопрос был связан именно с этим. Много ли я обращаюсь через соцсет к вам людей? Может быть, кого-то бы дадут помочь? С прошлого года веду твиттер. Инстаграм, как вы увидели, не так давно появился в моем инструментарии. Жалоб приходит много. Приходит много комментариев. На комментарии я стараюсь отвечать либо реагировать. Сразу с точки зрения власти, выдавая поручения. Регламент у встречи был свободный. Ограничений по времени не было. Главе задавали много вопросов. Про развитие футбола, реконструкцию первого и второго микрорайона, о программе переселения. Спрашивали и о таких проблемах, как пробки на дорогах, загруженность электричек или нехватка парковочных мест. А создатель популярной группы, типичная Одинцова Дмитрий Смирнов, пользуясь случаем, поинтересовался мнением главы и насчет шуток о втором заводе, «Хрусталике» и о нем самом. Вы любите шутить с участием ваших фотографий. А как вы вообще относитесь к шуткам в свой адрес? Я очень спокойно отношусь к шуткам в свой адрес. Ну, к красивым шуткам, так скажем. К корректным, красивым шуткам. Интересная подача, опять же. Совершенно спокойно и к критике отношусь, если она конструктивная. Мне кажется, я внешне очень сладенький объект для таких шуток. Я можно по-разному. Цепляться можно за все, что угодно. От прически и роста до того, что я делаю. Я позитивно отношусь. Кроме вопросов возникали и предложения. Например, Артем Филипцев, куратор интернет-портала «Лав из Дубки», предложил главе обязать всех глав поселений Одинцовского района зарегистрироваться в соцсетях, от чего Андрей Иванов обоснованно отказался. Мы чиновников, безусловно, можем заставить. Но что касается социальных сетей, лучше этого не делать. Еще раз подчеркну, что если чиновник не проникнется к этой работе, не будет жить, нужно с душой относиться к ведению своих социальных сетей, то своих страничек, то результаты этого не даст. Некоторые блогеры подготовили главе не только вопросы, но и подарки. От Одинцовского краеведческого общества Андрею Иванову вручили самодельную монету, а от сообщества «Мои жаворонки» – скворечник. В целом, встреча прошла продуктивно. Ни один вопрос не остался без ответа. Пользу от такого диалога отметили обе стороны. И Андрей Иванов пообещал сделать такие встречи регулярными. Хотелось бы этот диалог настроить. Готов встречаться регулярно. В следующий раз можно встретиться ближе, допустим, к Новому году. Как раз будет возможность у меня вам рассказать о том, как мы планируем праздновать новогодние наши праздники, события. Не все представители власти готовы к подобному открытому общению. На Одинцовский район стал редким исключением. Начало положено. Остается только укрепить доверительные отношения и продолжить начавшийся диалог. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.